Я хочу под ваши аплодисменты сейчас пригласить на эту сцену гостей из Винницы. Это Виктор Витюк и Сергей Кашпирук. Встречайте! Размешай, святый шнурок, Размешай меня, размешай меня! Минуточку! А мы встречались! Серьёзно? А ну-ка повернитесь. Да нет, в чёрном. О господи. А нет, извините, я перепутал. Та приходила... Вот в каких тусовках ты, да? Та приходила с козой, Дим. Ну, конечно, Сергей Анатольевич, это кто? Привет. Сергей Анатольевич, ну просто, это педагог? Написано. Ты педагог? Да. Вы преподаете готику? Несчастные наши дети. Не, они просто такие же все. Осталось угадать, какой предмет ведёт Сергей? Музыку? Смерть. Сейчас детям преподают смерть. Как общаться, если она придёт? Да. А что вы преподаете? Физику. Ну, я близок был. Физику. А есть ученики или вы сами там в классе? Были. Были. Были, я их съел. Я их съел, да. А вы, стал быть, тренер ревитолога. Вот у меня к вам вопрос. Почему вы не реабилитировали своего товарища? Потому что он преподает физику, в принципе. Это бесполезно, наверное. Бесполезно. А это ваш образ, ну, как бы, я имею в виду... Или вы только выступаете в этом образе, или так, скажем, пугаете родных и дома? Да. Ребята, ну, во-первых, я рад, что мы наконец-таки увидели человека, который тратит на грим больше времени, чем мы. И, во-вторых, я напоминаю вам, учителя, педагоги, красавцы, у вас есть 60 секунд, чтобы заставить комиков смеяться. С божьей помощью. В связи с подорожанием газа, крематория переходит на электроплиты. Дид Иван, сбирающий грыбы, врезав дуба. На похороны мальчика-спальчика пришли все фрезеровщики района. Салон кожи каннибал. Каннибал, у нас 100% кожа. Дюрасел держит в два раза дольше, если его втереть в десна. Дельфины-готы спасают только мертвых людей. У нас музыкальная пауза. Антошка, Антошка, идем копать Алешку. О-о-о-о, на-ра-на-ра-на. Зеленоглазый был Максим. Белые готы, белые готы, беззащитные типы. Не ходи к нему навстречу, не ходи. Там уже гранитный камушек стоит. Я бы назвал это улыбкой бессилие, но Владимир Зеленский позволил себе улыбку. Вы тысячу гривен выиграли. Это последняя улыбка. Зеленоглазый был Максим. Даже не буду спрашивать, на что потратить денег тысячу гривен. Ребята, вы продолжите выступать или заберете тысячу? Продолжаем. Вы продолжите. Где лучшие тусовки? У нас в морге. Где лучшие подруги? На пятой полке. На теплоходе музыка играет. Сегодня там поминки моряка. Лежат отдельно руки и колено. Проехал поезд метрополитена. Похоронное бюро ерунда. У вас кто-то умер? А, ерунда. Бородатая бабушка. Очень похоже на дедушку. Так, у нас миниатюрка. Садик на районе. Давай, кушай, Витя. Я не буду кушать. Давай, семочку за маму. Семочку за батю. Семочку за черепа. Поехали дальше. Покер на районе. Пас. На пас. Представьте себе взвешивание перед боем Кличко-Чесора. И тысяча гривен сгорело и пало пеплом на сцене шоу «Рассмеши комика». Сердца нет у вас. О, ребята, идите с миром. Вы проиграли. До свидания. Спасибо. Нет, мне не обидно шутки в мою сторону, в сторону моего образа, потому что я сам над этим образом шучу. Удача, терпение, выиграть много денег. Может, я чуть не понимаю, но это вообще сейчас популярно, да, вот это вот всё? Вот всё это про смерть, это вообще, ну как? А мне очень нравятся такие шутки. Правда, искренне, я сейчас, ну, не хочу кому-то понравиться. Мне правда нравится такой мир. Все шутят про одно и то же. Ты считаешь, что это смешно, да? А почему ты считаешь, что это не смешно? Не, я так не считаю. Это страшно, Дима. Страшно? Смешно. Это страшно. Я считаю, что смешны может быть абсолютно всё. Вопрос, как об этом пошутить. Хорошо. А запретных тем нет. Это вот мой взгляд на вещь. Это правда.